Братья и сестры, дорогая молодежь, разрешите вас прежде всего приветствовать словами Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, я очень люблю это приветствие. В нем заложена глобальная сила для каждого верующего человека. И, наверное, мы намного были бы духовно мощнее, если бы каждое утро мы начинали вот с этого воскресания. Христос воистину воскрес! Вы знаете, мне очень сегодня я попал в маленькое искушение. Если его можно так назвать, я когда начиналось ваше служение, у вас операторы высветили такой красивый пикчер. Весенняя веточка, так знаете, цветущая так, и снизу написано в словах Христос воскрес! Вы знаете, я даже Петру Моисеевичу говорю, у нас в церкви тоже высвечивали. И вы знаете, у меня как-то в душе что-то творилось, когда я видел это. Я никак не мог понять, что произошло подлинно. И почему она так трогает меня, вот эта веточка, которую мы очень часто видим. И, знаете, как-то так смотрел на нее. И когда во время прославления встали на колени и начали молиться, Дух Святой внезапно, вы знаете, как бывает, осиял вот так светом так. И внезапно я вспомнил, отчего вот эта веточка так стала близкою ко мне. Вспомнил 79-й год. Ашмянское КГБ, следственный изолятор. Трое молодых юношей уже вторую неделю сидят в этом изоляторе под следствием. Среди них один стоит перед вами. Питание. Полбулки хлеба может быть такой кусочек хлеба черного, что можно лепить шарики. Суп, который выпиваешь, как воду или чай. И чай, который никогда нельзя называть чаем, потому что он просто белая вода. И один из братьев сказал, я больше не выдержу. Каждый день допросы, допросы, везли около 100 Библий и другой литературы. Все забрано, машина забрана. Обещают долгие годы тюрьмы. Пресс постоянно на молодых людей. Мне только 24 года, второму брату 22, одному еще и 18 нету. Возлюбленные. И вот эта веточка цветущей яблони была единственным нашим надеждою, когда через клеточку в небольшое окно, освещающее камеру, она свисела, и мы видели ее каждый день, когда поднимало солнце. У молодых людей была надежда. И вот мы согласились. В эту субботу мы отказываемся от всякой пищи. Мы будем поститься и молиться, невзирая на любые запреты. Мы так и сделали. Суббота пост, молитва утром, обратно пост. В камере все встревожились. В этом следственном изоляторе, когда заключенные отказываются от пищи, у них это что-то значит. Ну, я помню, когда мы молились, и солнце пробивалось, это было немножко начало седьмого утра, солнце пробивалось через вот это оконце, через вот эту веточку цветущей яблони наполнило великая сила Святого Духа. До сего времени я помню, как сила Божия наполнила вот эту камеру. Вдалеке, наверное, за метров пятьдесят находился стол, в котором находился стражник, который следил за этими камерами. Он прибежал к нам, открыл дверь этой камеры и закричал, «Ребята, прекратите!» Но мы продолжали молиться. Сила воскресшего Сына Божия пребывала в внутренностях. Он снова закричал, «Прекратите молиться!» Потом трясущими губами проговорил, «Я видел больших убийц, я видел больших преступников, но я боюсь, мне страшно!» Мы продолжали молиться. На то место пришел Дух Святой, укрепляя нас. И Бог перечеркнул все приговоры. Через три дня мы ушли домой. Велик Господь! Возлюбленные, сегодня в вашу молодость постучалась весна. В ваше сердце постучалась весна. Она зашла. И вы сегодня чувствуете на свободе, свободные. Кажется, не имеете никаких проблем. Вы чувствуете дыхание весны, которая наполнила наш Вашингтонский край. Но в человеке живет бессмертная душа, которая зовет Господу. И только Бог Святой знает, что сегодня в каждом сердце на этом месте. Я знаю, возлюбленные, для кого-то пасхальные праздники, праздники радости. Для кого-то это просто печаль и тоска, и переживания. Для кого-то пустота, с которой человек не может выбраться. Но сегодня тебя Дух Святой привел в дом молитвы. И я уверен то, что Он позаботился о том, чтобы проговорить тебе и дать тебе слово милости. Я читаю Слово Божие, которое записано в деяниях святых апостолов, третьей главою, только 26 стишок. Бог воскресил Сына Своего Иисуса. К вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел Его. Возлюбленные, Бог воскресил Сына Своего. Он послал Его каждому человеку. Может быть, кто-то скажет, но это было уже 2000 лет тому назад. Это было так давно. Это так уже испытано всеми поколениями христиан. Может быть, ко мне Бог послал последнему из тех, которым должно обращаться. Возлюбленные, в Его времени нету конца и предела. В Его любви нету конца и предела, как в кольце, который постоянно имеет одну и ту же точку. Бог послал к тебе сегодня своего Сына, которого воскресил, дабы благословить тебя в этом собрании, дабы дать тебе благо и мир и снова и снова напомнить тебе о величии Его, о славе Его, о благословении, которое Он имеет для тебя через воскресение своего Сына. может быть в твоей душе тревога и переживания. Но давайте мы пойдем на страницу Священного Писания, пускай Дух Святой сегодня раскроет перед нами эту величайшую картину Его воскресения. Что произошло в эти пасхальные дни? Если мы читаем Слово Божие, я больше обращу сегодня внимание на Евангелие от Матфея, то мы обращаем внимание, если читаем из 27 главы читаем 61 стишком «Была же там Мария и Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Повествование описывает о том, что Иисус Христос умер на Голгофе. Об этом мы уже говорили сегодня и вспоминали в течение всего этого времени. И Он был погребен в гробнице обвитой плащаницей, то есть таким полотном со всех сторон. Около 100 литров всех ароматов и мастей было вылита на него. Он был положен в гробе, так повествую и совершенное описание. Я очень бегло буду рассказывать об этом. И к нему привалили к гробнице большой камень, говорят, около двух тонн весом. Мало того, его опечатали. То есть поставили печать римской власти о том, что эта гробница не подлежит скрытию. Только римская власть своей безграничной властью на данной территории могли снять вот эту печать. Две женщины и другие женщины, я думаю, там были, они сидели и смотрели, как все это делалось. Они видели, что произошло, и наступил день субботний по Писанию, потом рано на рассвете, когда еще не взошло солнце, но остатки прекрасного восточного неба, так прекрасно в красках и в звездах сияли Мария и вторая Мария отправились в путь, чтобы помазать его ароматами, добавить до того, что есть, и идут по дороге и рассуждают, кто бы нам отвалил этот камень, кто бы дал бы для нас хотя бы надежду посмотреть на того, которого так любит сердце наше, любит душа наша. Эти молодые женщины направляются туда, ко гробу. Давайте мы сегодня обратим внимание на вторую группу людей, которые находятся возле гроба, это стража, римские солдаты, которые не имеют права спать, не имеют права ничего делать под угрозой смертной казни, они стерегут вот эту темницу Господа нашего, этот гроб, которому он положен, и, наверное, говорят между собою, ну зачем мы мертвых, стережем, что за странная страна и странные обычаи, но закон и служба остается службою. И вот, когда они все это делают, мы читаем священное описание, оно нам так хронологически описывает, сделалось внезапно большое землетрясение, то есть земля начала тростись под ногами, и камни начали, наверное, где-то падать, и вот эти женщины, которые туда направляются, и стража ощутили силу землетрясения. Не знаю, братья и сестры, я уже немало живу в штате Вашингтон, и дважды пережил землетрясение, и знаю, что такое сила землетрясения, когда первый раз, когда я приехал в Америку, и был еще в Новолынской церкви, мы собирались в Ренче, я помню, когда во время молитвы и спелки хора за земля произошло шесть, наверное, баллов землетрясения, или шесть с половиной, я помню, как все бежали бегом на выход, говорят, землетрясение, страшно стало, кто-то начал пробовать, звонить домой, но селлофонов еще не было, пейджеры были только у некоторых людей, и телефонная связь, которая была в церкви, она оборвалась, нельзя было сделать, и стало как-то жутко и страшно для людей, возможно, что-то похожее переживали, и в то время женщины думали, идти ли нам домой, поскорее посмотреть, что случилось с нашими родными, но они думали о том, туда гробу, кто отвалить камень сей, возлюбленные, но самое чудесное произошло, с неба является ангел Божий, ведь его, как свет, он распостер силу благословения своего, и свои стражи упали, как мертвые, они стали бессильными, и вот этот ангел Божий, он подходит к этой темнице, к этой гробнице, подходит, и своими руками, не спрашивая разрушения усиленной стражи, он начинает отодвигать камень с тору, ну, ломая римские печати, провозглашая победу неба, Господь царствует и садится на этот камень, и просто приглашая, войдите и посмотрите, что произошло, нигде написано нету, что во время выдвижения камня оттуда вышел Господь, мы читаем, что когда Он воскрешал Лазарем, Он сказал, Лазар, выйди вон, и вышел Лазар обвитый пеленами, но здесь произошло что-то удивительное, необыкновенная сила Господня проникла туда, в гробницу, и Господь воскресил Сына Божьего, Аллилуйя, я читал одну заметку, в которой писали о Туринской плащанице, и исследования довели до того, чтобы сделать снимки отпечаток, который остался, того, который было вверхнуть в эту плащаницу, необходимо была энергия затраченная немного больше, чем одна из бомб, которая была сброшена на Хиросиму в 45-м году, но здесь эта энергия не повредила гробницу, эта энергия, братья и сестры, она не повредила эту ткань, она осталась лежать, как куколка свернутая, эта энергия подняла его сила Божия, сила воскресения, и наш Господь воскрес, Аллилуйя, сила Божьего воскресения, вы помните вот этих женщин, которые так переживали, кто отвалит камень для них, они подходят к гробу и видят сидящего ангела Божьего, который обращается к ним и говорит, чего вы ищете живого среди мертвых, его здесь нет, он воскрес, Аллилуйя, братья и сестры, он воскрес, мы часто ищем живого среди мертвых, мы ищем его там, где и он не присутствует, братья и сестры, но он воскрес, Аллилуйя, и он начинает являться, апостол Павел говорит, что и ныне живы больше пятисот братьев, которые видели его воскресшего, трогательная встреча с Марией, которая стояла и плакала, душа была разорвана на части, сердце плакало и стонало, но он проговорил к ней, сказал, Мария, она воскликнула, Господи, братья, мои, сестры, он открывается в последнее время, он говорит каждому человеку, сегодня каждый сидящий, многие здесь могут сказать, он открылся мне, мы увидели его, мы знаем его, он жив сегодня, искупительно жив, братья и сестры, он жив, братья и сестры, он великий силен в своей полноте, я знаю, что будет время, когда на небе будет парад победы, парад его победы, братья и сестры, это в нашем человеческом понимании, когда закончилась Вторая мировая война и Великая Отечественная война, как ее называли, мы, живущие в бывшем Советском Союзе, на Красной площади произошел огромный парад, сотни тысяч солдат проходили, поэтому, неся в руках знамена немецких дивизий, соединений, корпусов, которые вторглись и мир провели в хаос и бросали возле Кремля, там где-то возле стены, но я знаю, что будет парад, когда небо небес пройдет в движение, когда явятся сидящие на белом коне, имя которому Слово Божие, Господь Господствующих, я знаю, что за ним будут идти сонны тех, которых назовут спасенными, которые в руках будут держать пальмами ветви, которые будут провозглашать достойный агнец чести и хвалы, достойный агнец чести и хвалы, впереди вместо знамен, как на параде, пронесут смерть и пронесут знамя ада, и оно брошено будет гиену огненую, так говорит священное Писание, потому что там во гробу воскрешнувши и в преисподней забравши ключи от ада и смерти, наш Господь Иисус восторжествовал над миром, аллилуйя, слава ему, братья и сестры, живой Господь. сегодня в 21 веке в 2016 году я приглашаю всех вас склониться перед Его величием, перед Его славою, глубоко сердцем осознать глубину вашего спасения, осознать, что желает Он. Сын сегодня проповедуется в этом собрании. Я читал это место священного Писания, в котором говорил, что Он явился, Бог воскресил Иисуса Христа, чтобы этим благословением благословить каждое человеческое сердце. Хочу спросить сегодня в каждом на этом месте, как мы относимся к этому благословению, как мы относимся к тому, что Бог спас нас или Бог желает нас спасти, насколько горит наше сердце и насколько оно чувствует эту глубину рва, в котором находились многие. Один молодой человек сегодня в нашей церкви, поднявшись за кафедру, произнес очень сильные слова. Братья и сестры, дорогая молодежь, он обратился к молодежи, человек, который всего два года как верующий, сын неверующих родителей, который приехал сюда учиться, но встретивший однажды с верующими людьми уразумел любовь к Христову. И он обратился ко всем и сказал, как вы сегодня славите Бога? Я говорю, знаю многие примеры из истории жизни людей, когда бывали пожары, наводнения или происходили землетрясения, и тот кого-то, кто-то спасал, для него становился героем, для него становился человеком номер один, его портрет висел на первом месте. И попробуйте что-нибудь плохое сказать об этом человеке, потому что имя такого человека Спаситель. И склонивший голову сказал мой Спаситель Иисус Христос, Он спас меня. Братья мои сестры, дорогие мои возлюбленные, Писание говорит, для нас принимающие Сына, принимает Отца, принимает Его благословения, принимает Его потоки радости, которые струятся оттуда, от Божьего Святого престола. Господь царствует. Вы знаете, мне вспомнилась одна маленькая история, когда однажды был большой акшен, и продавали картины одного знатного человека, который собрал уникальную картину или коллекцию картин. Сотни знатных людей, знающих цену и толк в картинах, съехались, чтобы наконец посмотреть на произведения, которые были в коллекции музея этого богатого человека. И вот, когда начался акшен, первую картиную пошел небольшой портрет какого-то молодого человека, которому не могли у строителей акшена цену сложить, и первая цена была выброшена всего 10 долларов. Не нашлось человека. Потом опустили цену еще ниже. Никто не хотел покупать эту картину. Под конец нашелся один человек, который приобрел эту картину. И на удивление многих людей раздался следующий удар, извещающий, что акшен закончен. И было объявлено завещание богатого человека, что все картины приобретает тот, кто приобретет портрет его умершего раньше времени сына. возлюбленные Господь наш не был заметен сильно. Лучшие художники Палестины и Греции не рисовали его портреты. Лучшие люди не пели о нем песни и не складали в то время баллады и не хвалили имя его. Он был знакомым массам людей, проходя по земле. Его знали бедные, его имя знали калеки, его имя знали прокаженные, его имя знали слепые, которые кричали «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» Он имел удивительную силу, которая сходила и исцеляла людей. Но Он был далек от тех, которые рисовали эти портреты. Да, придет время, когда нарисуют много картин, но кто в этих картинах нарисованный? Подлинный портрет его рисовало только сердце освобожденных людей. Простой человек, за него заплатили всего 30 серебряников. Это цена крови, это цена того, которому принадлежало небо и земля, которому принадлежали все богатства, принадлежали все звезды, вселенные, которым все принадлежало, его цена 30 серебряников. Но приобретающий его, приобретает жизнь вечную, любящий его, имеет благословение его отца, которое принадлежит народу Божьему сегодня. Аллилуйя! Он любит сегодня вас. Он любит сегодня вас. Он любит сегодня каждого, кто находится в этом собрании. Может быть, ты как Мария сегодня, как вторая Мария. Может быть, ты сегодня разбитый сердцем и душой, как ученики, о которых написано, что они рыдали и плакали после его воскресения, которые не верили даже, что оно произошло, хотя приходили и говорили для них. Я приглашаю тебя снова и снова почувствовать силу его воскресения. Это сила, готовая изменить тебя. Это сила, готовая поменять твои взгляды и мышления. Это сила, способная переменить всю жизнь твою, и ты будешь подвластен этому великому движению Божьей и Святой Благодати. Я говорю эти слова, я знаю, о чем я говорю. Аллилуйя! Олар бедыш тубили тжения! Вы думаете, я не переживал в своей жизни того, что многие молодые люди сегодня переживают? Мне как-то мой сын пришел ко мне и говорит, папа, мы беседовали с ним, говорит, если бы ты знал, что творится в сердце молодых людей, мы имеем разбор слова, в такой приватном круге, 10-15 человек, молодых людей сходится, и я слышал высказывания, что думаете о вере в Бога, я слышал высказывания, насколько чувства переживаний переживают молодежи и старших людей время отступления, возлюбленные, но есть сила воскресившего нас, для нас необходимо встретиться с ним. Вы знаете, я вырос в семье пастора, и помню, когда был совсем маленьким, мой отец обыкновенно в воскресные дни уезжал из дому, такая жизнь в нашей семье была, что мы каждые несколько лет меняли место жительства, преследования, время искоренения вообще всего христианского, последнего верующего по телевизору грозили показать, но когда отец уезжал, мама нам деткам рассказывала о спасителе. Я запомнил, как однажды, вот с детства в некоторые моменты очень сильно помнишь, когда в пасхальный день она рассказала чудесную историю о его воскресении и сказала, дети, солнце даже играет удивительную песню. Пойдите, посмотрите, оно право и влево ходит. Вы знаете, мы маленькие мальчики, я с братом-близнецом выскочили на улицу, мы смотрели, я спрашивал, Саша, оно двигается? Он говорит, двигается. Мы так смотрели, и вместе с нами солнце двигалось. И мы верили, солнце двигается. Это был торжественный момент. Вы знаете, проходили годы жизни, я каждую пасху выскакивал и смотрел на солнце, если была возможность, оно не было закрыто тучами. Для меня оно двигалось. но однажды подсевший учитель разбил мою детскую веру. Где этот Бог? Где эти твои боги и что родители говорят для тебя? Смотри, Гагарин в космосе, смотри, что делается, что творится, мы новое общество строим. И вы знаете, детская вера пошатнулась. К моему сожалению, в следующую Пасху солнце для меня было обыкновенным. Я смотрел на него, оно не играло. Проходили годы моей жизни. Я не был, чтобы я был не верующим, но и верующим я не был какой-то, знаете, между и теми, и теми, как переживают многие молодые люди, но солнце не играло для меня больше. Я начал писать стихи, готовился поступить в институт и мечтал быть писателем. И получалось в это, печатался и, казалось бы, на этом закрыто все. Все дальше и дальше я уходил от всего. Но вы знаете, однажды настал момент. Моя мама на коленях молилась за меня. У нее мозоли на коленях были от молитв, которым она молилась за меня, сына своего. Просила Господи, пожалей его, помилуй. Я не любил читать эту Библию. Она ложила передо мною Библию, я засыпал над Библией. Мне казалось, что она становится скучной для меня. Но было время, какой-то неведомый стук постучал все мое сердце. Я встал на колени и в армии начал молиться Боже, если ты есть, ты откройся для меня. Я хочу, чтобы ты открылся Боже для меня. Я хочу твоего толчка, выведи меня с этого состояния. Я не могу жить вот так и для Бога, и для людей. Я хочу быть твоим постоянно. Вы знаете, я молился так 4 месяца. И помню, когда я последний раз вот так пришел, встал на колени, уединившись, и сказал, Господи, снова в слезах, Боже, это последняя моя, наверное, молитва, которой я молю себе достаточно, Боже, или я с Тобою, или я в мир ухожу навсегда. Я не знаю, что случилось со мной. Я помню только, что я увидел Голгофский крест. Я увидел распятие и услышал слова, Сын мой, а я так люблю тебя. Вы знаете, душа моя перевернулась. Прошли годы, я встретился с ним, я люблю тебя. Я плакал упавший на колени и в тот вечер и написал первое мое христианское стихотворение. Христос, ты умер, а я живу. Не для того, чтобы встречать зарю, с тревогой смотря удаль, и в день, когда цветет миндаль, и кипер сыплется надол, и по велению Господи надоль, с последним вздохом из груди душа уходит, позади оставив лишь пустые дни, с ужасным трепетом расплаты, за жизнь, что как огонь лампады, внезапно сгасло мне не ждать. Христос, ты умер, давши знать цену души в тот день печали, когда любовь твою распяли, и за открытые глаза, за милость к людям лишь гвоздя, четыре ржавые отдали. Тебя я встретил, как узнали, тебе и друга, и вождя, мои усталые глаза, за что, за что душа вскричала и словно озвук услыхала, я умираю, ты живи. Возлюбленные мои, он умер не только за меня, он умер за тебя, он умер для каждого, и Бог воскресил его, чтобы дать благословение для каждого человека. Я приглашаю вас подняться на ноги сейчас, он умер, чтобы ты жил. эта Пасха так быстро прошла для тебя и для меня, но я хочу обратиться к тебе сегодня и сделать маленький призыв на этом месте, что чувствуешь ты пасхальные эти дни, готово ли твое сердце открыться перед ним, может быть, ты имеешь такие же переживания, такие же проблемы, как имели ученики, имели женщины, имел я, имели многие, и сегодня Бог зовет тебя на этом месте, возможно, ты нуждаешься в том, чтобы он склонился перед тобой и дал тебе благословение, чтобы его пронзенные руки были протянуты в твою сторону. Сделай сегодня этот шаг веры, ибо вера победившая мир. Братья и сестры, вера победила мир, вера дала нам силу сегодня, склонись перед ним сегодня. Я желаю, что если кто-то есть на этом месте, пожалуйста, поднимите вашу руку. Я хочу видеть, если желающие нам помолиться, кто желает в пасхальные дни пережить благословение, кто утружен печальными переживаниями, у кого сердце нету мира с Богом, кто желает получить благодать от Него, ваше время сегодня. Аллилуйя, Дух Святой. Давайте мы будем тихонько молиться. Пускай слава Божия наполнит это место. А если ты нуждаешься в этом, я приглашаю тебя еще раз пройди на это место. Это место открыто для каждого человека. Есть место у Крыста. Есть место у Крыста. Есть место у Крыста, дабы ты сегодня получил милость и благодать от Господа. Есть место для тебя, чтобы ты был спасенный, чтобы приобрести тебя и дать жизнь вечную для тебя. Есть место у Божьего Святого Крыста. Сделай сегодня этот выбор и пройди к нему. Аллилуйя. Продолжение следует...